Сегодня должен проясниться замысел всей операции с посещением или не посещением Тайваня главой Нижней Палаты США Нэнси Пелоси. Стало известно о том, что Пелоси прибыла в Малайзию. Спецборд с делегацией приземлился на базе королевских ВВС в Субанге. По разным данным, далее Пелоси может проследовать на Тайвань. По крайней мере, издание China Times пишет о том, что, возможно, спецборд со спикером после вылета из Малайзии направится к востоку от побережья и уже с севера войдет в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Неизвестно общее количество делегаций, но если перелет в Тайбэй состоится, то ее будет сопровождать всего пять конгрессменов от демократов. Это говорит о том, что спикер палаты представителей Конгресса США отдает себе отчет об опасности такого мероприятия и, скорее всего, ее сопровождают пятеро добровольцев. Сама 82-летняя Пелоси уже распрощалась со страхами и на испуг ее не возьмешь. Она успела отметиться еще при событиях на площади Тяньаньмэнь 33 года назад. Тайванская пресса накануне давала минимум информации и многие посчитали это сигналом того, что предстоящий визит – утка, специально запущенная в прессу. Сегодня пишут о том, что власти трезво оценивают ситуацию и предпринимают соответствующие меры. Вооруженные силы Тайваня повысили уровень боеготовности в свете возможного визита спикера палаты представителей США и резкой реакции со стороны КНР. В ответ на китайские учения в проливе вооруженные силы Тайваня развернулись, как делают это обычно при проведении подобных маневров, которые в любой момент могут перерасти во вторжение. Часть ВМФ и ВВС штатов также приведены в максимальную степень боеготовности. Ожидается, что в случае визита Пелоси планирует встретиться со спикером Нижней палаты парламента Асхаром Азизаном Харуном и премьером Исмаилом Сабри Якобом. Возможно, речь будет идти о юридических аспектах изменения статуса Тайваня. Все решится сегодня до конца дня. С учетом разницы во времени события уже подходят к кульминации. По сообщениям прессы, китайцы уже отменили все авиарейсы на Тайвань. Продолжаем наблюдать за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok